Hi everyone! Итак, в первой части второго юнита, Мёрфи нашего красного, первого уровня Essential Grammar News, мы с вами выписали, перевели все слова, которые здесь были, посмотрели объяснения и примеры, посмотрели, в каком моменте мы находимся с вами, мы вот здесь вот в настоящем времени, и рассматриваем частный случай глагол «быть». Теперь его в вопросительную форму. Сам глагол не меняется, он просто выходит на первое место. Теперь переходим к exercises, к упражнениям, и для начала все слова, которые здесь участвуют. Здесь примерно будет у вас 25-30, примерно 35 слов. Первые юниты, не пугайтесь, они, конечно, очень насыщенные. Ничего страшного, там уже после пятого, после десятого будет намного меньше слов. Я исхожу из того, что вы абсолютный нулевой начинающий, и вам надо все-все-все слова заново учить. Итак, an exercise – упражнение. Грамматическое, может быть, упражнение, или какой-то exercise вы делаете по утрам. Зарядку, гимнастику, упражнение – это тоже будет exercise. Word – у нас уже было слово. To use – использовать. Тоже было уже, да? A parent – родитель. Родитель. В прошлом уроке я приводила пример. How are your parents? Как твои родители, да? Hotel – это отель. Art – искусство. Shop – магазин. Тоже было уже, да? Open – открытый. Открытый. Если же у вас с частичкой to, to open, то это уже глагол открывать. Открывать. A park – парк. Если же вы где-то видите надпись park here, это не значит, что здесь парк. Это значит, парковаться надо здесь. Потому что park – это ещё to park. Что делать? Парковаться. Соответственно, parking place – парковка, да? Так, a key – ключ. A sock – носок. Angry – with – с кем-то. Angry – быть сердитым. Сердитым на кого-то. Сердитым на. Быть сердитым на кого-либо. To be angry with – они сердиты с кем-то. Внимание. With – это с. У нас уже тоже встречалось. Favorite – ваш любимый какой-то, что-то, то, что у вас в фаворите у вас находится. То есть, ваше любимое блюдо, любимая книга, любимый автор. Вот в этом смысле. My favorite food – моя любимая еда, например. My favorite actor – an actor. Актёр. Так, там в корне слова act – вести себя или действовать как-то, показывать наружу свои действия. Вот это есть, собственно, acting – игра. Игра актёра, да? Always – всегда. To ask – спрашивать. To read – читать. First – первый или сначала. Вот сейчас переводим как сначала. Если же у вас будет с артиклем, the first, и ещё вот так вот может быть написано first, вот это будет означать первый. A name – мы знаем уже хорошо. Так, ещё немного слов. Married – видим по окончанию, что это уже какое-то прилагательное или причастие. Какой? Married – уже женат, женатый или замужем. To be married – быть женатым, быть замужем. От глагола to marry – жениться, выходить замуж. Single – одинокий, один. Одинокий в смысле не женат, не замужем. Тоже имеет значение это. British – это британский, то есть который объединяет в себе и Англию, и Шотландию, то есть имеется в виду и Wales, и Северную Ирландию, то есть британский, относящийся к всей Британии. English – относится иногда только к Англии. UK – состоит, как известно, из четырёх частей. Англия, Scotland, England – Scotland, Wales и Northern Ireland. Там ещё даже в соседнем острове. Поэтому внимание. Язык English, но житель государства British. A teacher – учитель. To teach – учить кого-то, чему-то, преподавать. A wife – жена. A lawyer – адвокат, юрист. Человек, занимающийся law – закон. A law – как один закон, а просто law – собирательное законодательство. Italian – итальянец, итальянский. Как язык, так и житель. От слова Italy. To – тоже. Иногда имеет значение слишком, если стоит перед прилагательным. Тогда будет too. Например, здесь очень жарко. Сразу пример напишу. It's too hot here. Вы дословно скажите. In here – как бы здесь, в этом помещении. It's too hot. Но если вы же говорите, я, например, I like coffee. Кто-то говорит, I like coffee too. То это вот в конце предложения to будет передиться, как тоже, так же. Я тоже люблю кофе. Sunny – солнечный. Слово sun мы знаем, солнце. A sun – солнце, как звезда, любая звезда солнца. The sun – вот наше солнышко, но с одно на небе, поэтому артикль there – это самое солнце, которое у нас одно. Dark – темный. Уже у нас было. Мы писали с вами Are you afraid of the dark? A darkness – вот суффикс ness – сразу выделите себе и в памятку впишите. Нес – суффикс делает существительное. Darkness – темнота. Вот. Тоже 5-6 минут у нас на это ушло. А теперь, собственно, сами exercises. Поехали. So. Exercises. 2.1 – имеется в виду 2.1 – write questions from these words. Напиши вопросы из этих слов. Используй use, am, is are. Ну, в общем, у вас есть уже, по сути, вопрос, но это правильное место поставить глагол быть. Например, your mother at home. Мы должны спросить, is your mother at home? Находится ли твоя мама дома? Your parents at home. Теперь уже множественное число parents. Значит, are your parents at home? This hotel expensive. Является ли этот отель, each hotel, но единственное, значит, is this hotel expensive? Дорогой. И как вы кратко ответите? Например, да. Yes, it is. Допустим, они дома. Yes, they are. Да, они находятся. Мама. Yes, she is. Да, она находится. You interested in art. Являетесь ли вы заинтересованными в искусстве? То есть, интересно ли вам искусство? You – это всегда art, да? Are you interested in art? И так как вам спрашивают, вы скажите, yes, I am. То есть, вы будете отвечать, I am. Либо, no, I'm not. Но самое главное, вы же уже о себе будете, то есть, говорить, I am или I am not. The shops open today. Являются ли магазины? Их много. Are the shops? Тут внимание на мужественное число. Open today. Открыты ли сегодня магазины? Ну, давайте скажем нет. No, they aren't. The park open today. Is… Он один парк, да? Значит, is the park open today? Ну, пусть будет открыт. Давайте скажем, Что мы скажем? Yes, on, on, it is. Да, он является. Просто, чтобы сразу у вас в голове это чётко понимание отложилось, что краткий ответ мы даём по смыслу. Если глагол быть спрашивают, то мы глаголом быть и отвечаем, а не просто yes, no, ну, я вам уже говорила об этом, да? Так. Write questions with what, who, how, where, why. Use am is are. Why? Почему? Если у нас там нет словах, напишите, я не помню why. Итак, задай, напиши вопросы, используя с что, кто, как, где, почему. Использую am is are. What color your car? Значит, пропущена является твоя машина. What color? Это всё группа вопросов. Она стоит на самом первом месте. Is выпрыгивает впереди машины, потому что вопрос должен быть глагол впереди подлежащего. И поэтому получается так. What color? Какого цвета? Есть твоя машина. What color is your car? Ну, допустим, она серая. It is gray. Она серая. Где мой ключ? Where? Находится. Is my key. Он на столе, как вы отписываете. It is. Он находится. On the table. Мы эти слова знаем, просто ещё раз тренируйте. Место есть, прописывайте. Where? Socks. Множественное число. Где мои носки? Хороший вопрос. Where are my socks? Они... Что мы ответим? Где-то в коробке, допустим. They are in the... Какое слово вы уже знаете? Где могут носки находиться? They are in the bathroom. Они в ванной. Не знаю, знаете ли вы слово ванная. Пока ещё нет, да? Но будете знать. Room у нас точно было. Bath как ванна, а room комната. Получается, комната с ванной. They are in the bathroom. They are dirty. И уже все грёздные. How old is your father? Что пропущено? How old – это вопрос, как стар. Есть. Your father, да? How old is your father? Ну и ваш ответ. He is. И здесь числительное. Ему вот столько-то лет. What color? Какого цвета? Его глаза. Внимание. What color на самом первом месте? Являются. Глаза как минимум два должно быть, да? What color are his eyes? Глазы. Глазы. Глаза. Они, да? His eyes. И отвечаем. Они пусть будут зелёные. They are grey у нас было. Давайте green. Green тоже было. Какие ещё можно глаза? Brown у нас ещё не было слово. They are brown. Они коричневые, кайя. Да? Так. Why John angry with me? Чего не хватает? Почему? Это вопрос на самом первом месте. John – он. Значит, почему является? Why is John angry with me? Сердитым на меня. With me. I don't know. Я не знаю. I don't know. Вот вам наперёд слово no знать, а don't – отрицание. Вот как раз в этом настоящем времени мы вот сейчас к нему скоро перейдём. How much? Как много? Это группа вопросов. Оба слова на первом месте. How much? Сколько являются эти туфли? То есть, почём эти туфли? How much are these shoes? How much money are these shoes? Почём эти туфли? Who – your favourite actor? Кто есть, да? Who – is? А потом ваш любимый актёр. Your favourite actor. Why – почему? Ты всегда опоздаешь? Why – вопрос Q, значит, are. Why are you always late? Вот. Есть такое. Добавьте why, если у нас там не было уже говорила. Why – это почему. Ask the questions. Read the answers to the questions first. Это важно. Спроси эти вопросы, задай. Прочитай ответы на вопросы. Answer to. Вот сейчас to – это к. Но на русском ответы на вопросы. First – сначала. Сначала прочитай ответ, чтобы задать вопрос. Вот Пол, вот you. И вы спрашиваете у Пола. Your name. Значит, what is your name? Что есть твоё имя? Он ответил. Пол. Второй. Married or single? Замужем или одинок? Are you married or single? I'm married. Потом он отвечает. No, I'm not. Нет, я не есть. А вопрос British. Наверное, спрашивается, являетесь ли вы британцем. Are you British? You want to go with it? No, I'm not. Потом он отвечает. From Australia. Из Австралии. Значит, вопрос был where from. Откуда вы есть, да? Where are you from? From Australia. How old? И ответ – I'm 25. Ну, здесь логично. Значит, как стар. Есть вы. How old are you? I'm 25. A student? Вы студент, наверное. No, I'm a teacher. Значит, являетесь ли вы? Are you a student? No, I'm a teacher. Нет, я учитель. Your wife a teacher. Ваша жена тоже, наверное, преподаватель. No, she's a lawyer. Нет, она адвокат. Значит, мы теперь про жену спрашиваем. Your wife – это она. Значит, is she, да? Is she a teacher? То есть, ну, she – это опять же я подсократила. Is your wife? Is your wife a teacher? No, she's a lawyer. Она юрист. Where from? Откуда? Наверное, теперь уже про неё ответ. She's Italian. Она итальянка. Значит, where is she from? Откуда она родом? She's Italian. Anna. Имя. Наверное, что есть её имя? What is her name? Что есть её имя? Анна. И сколько ей лет? How old? Как стар. How old? Как стара. Is she? Есть она. She is 25 to. Вот ваше to в значении тоже. И тоже 25. И последнее. Write positive or negative short answers. Напишите положительные или отрицательные краткие ответы. То есть, yes, I am или no, I'm not. Yes, he is или no, he isn't, etc. То есть, либо подтверждаете, либо провергаете то, что у вас спрашивают. У вас спрашивают. Are you married? No, I'm not. Если вы женаты уже, то скажите yes, I am. Are you tall? Вы высокий? Yes, I am. Если пониже считаете себя short и высоким, то скажите no, I am not. Is it cold today? Теперь каждый пишет про себя, с правду. Сегодня холодно? No, it isn't. По крайней мере, для зимы не холодно. Или yes, it is, если вам плюс один кажется холодным. Are you a teacher? Yes, I am. Я про себя скажу. Если вы нет, то вы скажете no, I am not. Нет, я не есть таким. Are you tired? No, I am not. Если вы уже пишете это поздно и устали, то вы скажете yes, I am. Is it dark now? Сейчас темно? No, it is not. Вот вы как бы, вас спрашивают из it, вы назад и возвращаете это. It is, да? No, it is not. Или yes, it is, если уже вы пишете это ночью. Yes, it is. Are your hands cold? Являются ли ваши руки холодными? No, they aren't. Если вы вдруг пишете это на морозе, то вы скажете yes. В прямом смысле слова на морозе имею в виду. Yes, they are. Да, они замерзли. Are you hungry? Вы голодны? No, I am not. Ну, если вдруг да, то скажите yes, I am. Is your father tall? Ваш папа высокий? Yes. He, про папу спрашивают, значит, he is. Или нет, отрицаем, не такой он, значит, no, he isn't. Is it sunny? О, да. Шутка. No, it isn't. Нет, не солнечно. Если вы же вдруг живете не в Питере, то у вас, скорее всего, yes, it is. У нас пожизненный ответ. No, it isn't. Well, that's it. Уложились почти в 16-17 минут. И в следующем кусочке закрепляем все-все слова, которые здесь встретились, оставляем с ними предложения. Не перепрыгивайте. Если вы думаете, что вы такой умный, подумайте еще раз. Сможете ли вы быстро сходу сказать? Делайте это упражнение, пожалуйста. Пожалуйста, отвечайте на вопросы, пожалуйста. Открыты ли сегодня магазины? Как ваши родители? Если вы схода вот прямо не задумываясь можете это перевести, тогда у вас все хорошо, идите дальше. Если нет, тогда пишем вместе со мной. Все, все вот эти раз, два, три странички. Все, пока-пока. Дальше начнем со слов. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok